ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ ГИБЕЛЬ СВЯТОСЛАВА Много древних сказаний об истории Руси собрано в повести временных лет преподобным нестарым летописцам. В отсутствие Святослава болгары вошли в тесную дружбу с греками и успели снова овладеть своей страной и городом-переяславцем. В год 971-й пришел Святослав в Переяславец, и вышли болгары на битву со Святославом, и была сеча велика, и стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам, здесь нам и умереть, постоим же мужественно, братья и дружина. И к вечеру одолел Святослав, взял город приступом и послал к грекам. Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот город. И сказали греки, не в моготу нам сопротивляться вам. Так возьми с нас дань и на всю свою дружину, и скажи, сколько вас, и дадим мы по числу дружинников твоих. Так говорили греки, обманывая русских. И сказал им Святослав, нас 20 тысяч, и прибавил 10 тысяч, ибо было русских всего 10 тысяч. И выставили греки против Святослава 100 тысяч, и не дали дани. Когда же русские увидели их, испугались такого множества воинов, но сказал Святослав, нам некуда деться. Хотим мы или не хотим, должны сражаться. Если же побежим, позор нам будет. И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая города, что стоят и до ныне пусты. Зная коварство врагов и увидев, что мало у него осталось дружины, и многие воины погибли в боях, Святослав решил на время заключить мир с греками, а затем вернуться на Русь за дружиной. И отправил послов к царю в Доростол. Ибо там находился царь, говоря так. Хочу иметь с тобою прочный мир и любовь. Царь же, услышав это, обрадовался и послал к нему даров больше прежнего. Святослав же принял дары и стал думать с дружиною своею, говоря так. Если не заключим мир с царем, и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в городе. А русская земля далеко, а печенеги нам враждебны, и кто нам поможет? Заключим же с царем мир, ведь они уже обязались платить нам дань, того с нас и хватит. Если же перестанут нам платить дань, то снова из Руси, собрав множество воинов, пойдем на царьград. И была Люба, речь эта дружине. И послали лучших мужей к царю, и пришли в Доростол и сказали о том царю. Царь же на следующее утро призвал их к себе и сказал, пусть говорят послы русские. Они же начали. Так говорит князь наш. Хочу иметь истинную любовь с греческим царем на все будущие времена. Царь же обрадовался и повелел песцу записывать все речи Святослава на хартию. После заключения мира с греками, Святослав отправился на своих ладьях к Днепровским порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельт, обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги. И не послушал его, и пошел в ладьях. А переиславцы послали к печенегам сказать, вот идет мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, заправ у греков много богатства и пленных без числа. Услышав об этом печенеги, заступили пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье. И не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову. И тут перезимовал Святослав. В год 972-й. Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь Печенежский. И убили Святослава. И взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. Свенельджи пришел в Киев к Ярополку. А всех лет княжения Святослава было 28. В 973-м году, после гибели Святослава, в Киеве стал княжить его сын Ярополк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok